Елизавета обожала балы и маскарады и могла танцевать хоть сутки напролёт. Особенно она любила устраивать маскарады, на которые велено было мужчинам приходить в женском платье, а женщинам в мужском. Все участники таких маскарадов обычно выглядели нелепо и смешно, кроме самой Елизаветы, обладательницы необыкновенно стройных ножек. Императрица вообще была очень красива, причём возвела собственную красоту в некий культ. Все обязаны были ей восхищаться. Никто из придворных дам не смел хоть в чём-то превзойти императрицу. Если Фрейлина удачно украшала прическу, Елизавета могла лично срезать это украшение вместе с прядью волос. При дворе существовал диктат моды. Императрица регулярно издавала особые установления, в чём следует являться на балы и праздники, с указанием фасонов, цветов и отделки. Все торговцы, привозившие из-за границы дорогие ткани, обязаны были в первую очередь показывать их Елизавете, чтобы она могла отобрать самое лучшее. Платье она никогда не надевала дважды и часто меняла наряды по нескольку раз за вечер. Гардероб императрицы составляли около 15 тысяч платьев, несколько тысяч туфель и по меньшей мере два сундука шёлковых чулок. В моде был стиль рококо и пышные платья на версальский манер, с тонкой затянутой в корсет талии и огромными юбками на фижмах, каркасах из китового уса. На голове с помощью шиньонов сооружались сложнейшие прически до 60 сантиметров в высоту, в виде причудливых шляп, цветочных клумб, даже кораблей и ветряных мельниц. В волосах закреплялись колбочки с водой, в которые вставлялись живые цветы. На ночь рекомендовалось надевать на такие прически чипцы, чтобы в волосах не заводились пши.